если кто-то еще здесь не успел прочитать или в названии видео да я еду в гаи местный наконец-то буду обновлять права буду пробовать обновить права вот сейчас пол восьмого утра понедельник льет дождь холодно довольно таки ну нет плюс 13 по ощущениям плюс 9 вот но я еду потому что уже наверное наверное надо дальше будет только хуже я уже два месяца езжу с просроченными правами месяц назад и получил гринку уже можно было ехать и продлевать мне как-то все некогда потому что там надо стоять долго в очереди они же за карантина работают только на треть посетителей и 8 утра не открываются вот через полчаса обычно люди там 6 утра уже стоят в очереди потом 8 утра приходит чувак раздает всем номерки ты идешь в машину или едешь домой и там тебе там через час придет смс что ваш номер подходит давайте подъезжайте ну короче какая-то такая тема и мне так это было лень туда ехать потому что можно ездить на просрочных правах здесь всю жизнь никто тебя никогда не остановит ну за исключением если это там не влетишь какой-то дтп или еще что-то вот короче настал этот день надо ехать надо стоять со мной зонтик какая-то куртка не промокайка может быть будет теплее я ожидал что будет теплее все поехал эдисон я приехал вот это все люди сейчас я обойду ну так добряча я снова здесь уже 11 12.30 я получил смс и за 15 минут доехал сюда иду с документами 12.51 ого в общем да я долго ждал здесь просто в очереди получил номерок ты меняешь свой номерок электронной очереди на другой номерок но они проверяют эти документы чтобы у тебя суммарно их там было там каждый документ оценивается в поинты какие-то 4 поинта баллы какие-то 3 какие-то 2 какие-то 1 и ты суммарно должен набрать на 6 поинтов документов чтобы сверифицировали твое айди это называется six point verification вот они это собирают и даю тебе другой набирок и потом ты сидишь вот тупо ждешь в зале ожидания они расставили так далеко стульчики чтобы social distancing был вот я сидел там занимался чем попало короче да наверное еще больше часа прождал то есть с утра я приехал еще восьми не было но практически восемь и потом такой змеей возвращалась 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 и она вот где-то вот здесь вот не дальше вот там где-то начиналось то есть я пришел встал в эту очередь и мы пошли вот такой змейкой назад это заняло до около часа то есть в 9 утра я освободился получил свой номер электронной очереди поехал домой там успел на работе побыть на нескольких советчанках и потом отсюда приехал здесь еще полтора часа все старые мне продырявили новые выдали фотку новую сделали действительно когда я думал до действия грин карты сделают но похоже сделали до моего дня рождения 24 год наверное до 40 лет потому что в 40 лет наверное надо будет менять 40 лет капец с носу нет ну все это очень хорошо потому что потому что дальше приступим к следующей новости короче еще один прикольный момент когда стоял в очереди в мвс в гаи в это местное передо мной стоял хлопец у которого там не было ручки заполнить что-то пока в очереди стояли и я ему дал свою а это на удивление ну случайно оказалась ручка из мау с логотипами и когда он мне отдавал он спросил вот типа ты чё из украины я говорю ну да я уже не стал спрашивать как ты это понял потому что понятно поручки но он это у меня жена из украины я говорю ухты откуда знаешь город он говорит конечно знаю ужгород нифига себе он он кстати сам вначале что-то пошутил по поводу того что типа ужгородцев не понимают украинцы потому что у них там больше венгерского акцента ну что-то какие-то там слова даже поговорил прикольно в общем а в конечном итоге оказалось что он сам вообще из египта египта вот я не стал спрашивать как пары из египта и ужгорода вот оказалось джерси судьбы разные вот ну в общем прикольно